Режим чрезвычайной ситуации объявили в Пластовском районе. Огнем охвачено больше трех тысяч гектаров леса и полей. Для ликвидации крупного природного пожара в регион прибыл вертолет Ми-8 из Красноярского центра МЧС. Ранее полицейские закрывали трассу и отправляли все машины через Троицк. Подробнее о страшной стихии в материале. Возгорание началось в Пластовском районе накануне. Из-за масштабного распространения огня привлекли больше трехсот пожарных и спасателей, а также десятки единиц спецтехники. Муниципальные власти организовывают опашку полей, чтобы обезопасить населенные пункты. В случае необходимости местных жителей готовы эвакуировать в пункты временного размещения. Сейчас на территории области зафиксированы десятки пожаров разной степени сложности. Ветреная и сухая погода способствуют быстрому распространению огня. Накануне ограничивалось движение на федеральных трассах Южноуральск, Магнитогорск, Троицк, Степное. Огонь до сих пор ликвидируют. А этот пожар произошел в Вахрушево. Огонь вплотную подошел к садам возле поселка. Пламя перекинулось на хозяйственные постройки, а потом и на жилой дачный дом. Когда пожарные прибыли на место ЧП, стало понятно, что дачу спасти уже не удастся. Кроме того, из-за сухой погоды и ветра возникла угроза распространения пламени на соседние участки с дачными домиками. Но огнеборцы сумели локализовать и ликвидировать пожар. Под Кыштымом лесной пожар, который подобрался к постройкам, уничтожил 30 садовых домиков. Торговые ряды вспыхнули минувшей ночью в Миасе. Около полуночи гореть начал мясной павильон, состоящий из двух строений. Огонь бушевал как снаружи, так и внутри постройки. В итоге два ангара обрушились. По предварительным данным, пламя уничтожило практически весь товар. Часть продукции и оборудования удалось спасти. К пожару был присвоен повышенный номер сложности. Сотрудники МЧС предупреждают, в области введен противопожарный режим. Не стоит сжечь траву и разжигать костры в лесах. Нарушителям грозит уголовная ответственность.